Приветствую вас на канале Банковский. В нашем обзоре кредитная карта Платинум от Банка Русский Стандарт. Можно снимать наличные без комиссии, рассрочка до 24 месяцев присутствует на отдельные товары, 590 рублей годовое обслуживание. То есть, если учесть, что многие карты, у них обслуживание начинается от 1000 рублей, то в данном случае это неплохое предложение. До 300 тысяч рублей для выгодных покупок. То есть, это сумма, которую максимально может предложить банк в рамках данного продукта. Процентная ставка начинается от 21,9% на покупке. Но это самый минимальный процент, а вообще он устанавливается индивидуально. Плата за обслуживание списывается раз в год в размере 590 рублей. Давайте посмотрим тарифы по карте. Значит, здесь льготный период кредитования небольшой сравнительно. То есть, 55 дней сейчас по современным меркам это мало. Котируется больше карты с льготным периодом от 100 дней. Но, тем не менее, если прочие условия будут хорошими, то может быть это даже будет и небольшим недостатком. Выдача наличных в банкоматах, значит, банка «Русский стандарт» 0% в первые 30 дней, да, в первый месяц. Далее 3,9% плюс 390 рублей. То есть, сразу уже мы видим, что выдача наличных – это всего лишь акция рекламная, да, которая длится всего лишь 30 дней. Дальше уже обычный такой большой комиссионный сбор. В других кредитных организациях та же история. То есть, первые 30 дней снимаете бесплатно, дальше комиссия. Переводы денежных средств вообще здесь идут всегда с комиссией. То есть, на карты банка «Русский стандарт» по номеру карты через банкоматы. Ну, в общем, все варианты. Получается 3,9 плюс 390 рублей, за исключением карт иностранных банков. У них 2% плюс 40 рублей по какой-то причине. Оплата услуг в интернет-банке. Ну, это понятно, бесплатно. Ну, и в остальном здесь, ну, и смс-оповещение тут 69 рублей. Вот здесь еще привлекательный какой-то клуб скидок, да, то есть, скидки до 30%. Ну, и плюс кэшбэк присутствует по данной карте. Его мы чуть позже посмотрим. Значит, вот что мне здесь не нравится сразу при анализе информации по карте – то, что банк нигде не публикует сведения по поводу максимальной процентной ставки. Ну, вот есть тут тарифный план, но этот тарифный план тоже указанной информации не содержит. Здесь немножко больше сведений, чем на рекламной странице сайта, но все равно этой информации нет. То есть, все-таки хочется заранее определить пределы лояльности банка. Какая процентная ставка меня ждет, там, при самом худшем раскладе, там, 30-40%? Здесь эта информация, к сожалению, не опубликована. Ну, и здесь ниже банк публикует, кто может получить данную карту. Написано, что гражданам России, да, карта эта доступна в возрасте от 21 года до 70 лет, имеющим постоянную регистрацию в регионе присутствия банка. Для получения необходим паспорт и один дополнительный документ. Можно здесь перейти и посмотреть. То есть, кликабельная ссылка. Это может быть загранник, это может быть СНИЛС, это может быть водительское или пенсионное удостоверение. Один из вариантов. Ну, и давайте посмотрим информацию по кэшбэку. Значит, здесь в магазинах-партнерах можно получать почему-то до 25%, хотя вот в рекламе там 30% указано. Ну, вот так как-то, да. То есть, в магазинах-партнерах на какие-то отдельные товары вы можете получать повышенный кэшбэк. Ну, это большая редкость. Либо для тех, кто оформит карту до 31 марта 2021 года, 5% кэшбэк в трех выбранных категориях. То есть, это АЗС, одежда, обувь, бытовая техника, электроника, аптеки, товары для детей, магазины косметики и такси. Ну, вот, например, АЗС было бы привлекательно. Или, например, там, аптеки, да, или товары для детей, у кого маленькие дети. Ну, и 1% за остальные покупки. Минимальная сумма покупок для получения кэшбэка – это 5000 рублей. Ну, в принципе, достижимая сумма, потому что, ну, сейчас достаточно дорогая жизнь, поэтому 5000 за месяц потратить – это достаточно легко. В целом, если же давать оценку данной карте, можно сказать, что это такой самый обычный продукт. Ничего особенного в этой карте нет, чтобы прям вот броситься и заказывать ее скорее. То есть, все тарифы и даже кэшбэк, они, в принципе, где-то даже хуже, чем в топовых банках, таких, как, например, тот же Тинькофф, там, Альфа-банк, например, Открытие-банк и так далее. То есть, есть целый ряд банков, которые предлагают карты с тарифами намного лучше. Поэтому присмотритесь, возможно, эта карта и не покажется вам столь привлекательной, после того, как вы внимательно изучите ее тарифы. Лично я для себя ничего такого особенного не нашел. Ну, может быть, вы найдете. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку «Подписаться» под видео. И удачу! Субтитры сделал DimaTorzok